Всем привет! Это наш новый выпуск и сегодня мы с Артемом пройдемся по самому или одному из самых легендарных мест города Томска зданию Тысячи Мелочей, а бывший пассаж второго. Мы вначале пройдем все подвалы, а потом поднимемся на крышу. В этом выпуске я буду стоять за камерой, соответственно меня вы не увидите, будете наслаждаться абсолютно всегда Артемом. Но сейчас я сделал специальное обращение, благодарность ко всем подписчикам Boosty, которые поддерживают этот проект и дают силы на записи новых и новых выпусков. И особая благодарность тем, кто выбрал максимальный пакет. Их имена я приложу здесь, для того, чтобы вы знали героев, благодаря которым мы все можем наслаждаться старыми зданиями и историей. Ну и спасибо вам за просмотр, давайте скорее начинать. Погнали! Сходим в пассаж второго. У нас основная идея это пассаж второго. Сходим в подвал, ну то есть три этажа сверху, один этаж есть снизу. Насколько он глубокий, если еще под ним этажи, вы сейчас все на месте увидите и сами поймете, было ли там что-то. Значит, сходим обязательно на чердак, поймете, как парни в лаптях строили сложные металлические конструкции. Начнем мы с подземного хода. Он тут есть, они в Томске в принципе есть. Вот один из них вы сегодня увидите. Он, к сожалению, он не имперский, но он межвоенный. В смысле между первой и второй где-то построенный, потому что там есть артефакты от Российской империи. Вы это тоже все сегодня увидите. Значит, по технике безопасности. Там везде очень много строительного мусора. Везде торчат трубы, штыри, грязь будет в начале. Поэтому очень удачно ты оделась, обулась. Вот. И соответственно, вам надо ходить максимально собранными. Ну то есть там руками не махать, руки вытащить нужно всегда. Потому что если упадешь, можно на что-нибудь напороться. Голову всегда беречь, потому что везде есть какие-то конструкции. Можно удариться. Вчера у меня там один с лестницы упал, двое ударились головой. Они живые? Они живые, да. Пошли. Обещал, ты еще мелочей повел. Сколько денег, столько танцев. Так, ты пойдешь первый снимать? Держись, Саня, за перила держись. За вот эти вот. За перила, за перила, за перила держись. А и там вот защелкни. Короче, у кого какие лишние вещи, можете здесь оставить. Если нету, ну значит ничего не оставляйте. Защелкнула. Молодец. Смотрите, нам сейчас надо вниз спуститься в подвал. Здесь сложный спуск. Надо делать следующее. Правой рукой надо крепко держаться за вот это вот перила. Головой следить, не удариться вот об эту балку. И идти очень медленно, не спеша. И тогда вы нормально спуститесь. Я вас буду, девочек, внизу принимать. Голову не ударить, главное. Логичнее. Логичнее. О, мы туда пойдем? Да, мы пойдем туда. Вы что, думали, я вас приведу в подвал, что ли, просто? Хорошо. Так, короче, вот у нас есть вход в подземелье. Так, чтобы вы понимали, мы сейчас подземлю, и уровень земли примерно вот здесь вот, на уровне вот этого пола, ну потолка. Вот. Это достаточно простой подземный ход. Если, например, сравнивать с подземными ходами политеха, то в политехе, чтобы попасть в подземный ход, ну там вот есть между третьим и четвертым корпусами под проспектом Ленина, там надо спуститься в подвал, как мы сейчас спустились, а потом из подвала спрыгнуть еще немного ниже, где-то на метр-полтора, и там начинается подземный ход, и он заходит под фундамент здания. Здесь же подземный ход, ну достаточно простой, он не под фундаментом, он из подвала начинается. Здесь вот арка специальная есть. Мы сейчас с него сходим, я покажу его там странности, тонкости, а потом, когда вылезем, ну как бы соберем в кучу, покажу вот трассировку с улицы. Что здесь не так, сразу говорю. Здесь современный пол, вот эта вот современная стяжка, вот эти каналы, на которых вы стоите, это ручьи, которые текут через здание. Ну то есть это не специально канализационный слив внутрь. Канализационный слив сюда появился уже позже, когда появился ручей, и потом в этот ручей уже стали сливать, ну местную канализацию, там раковина стоит, еще что-то, ну короче, хоз бытовая местная. Вообще это ручей, который течет через здание. Это важно, потому что в тысячи мелочах у нас тоже есть несколько ручьев, они прямо через здание текут насквозь. Вот, соответственно, вот эта стяжка, она современная. И для того, чтобы понять всю глубину подземного хода, нам ручей пригодится. Сейчас, смотрите, перелезть туда очень просто. Сейчас я свет включу там. Через трубы, когда перелазите, головой надо не удариться вот об эту, и не удариться вот об эту трубу. Обратно, когда будете вылазить, точно так же. Только когда трубу перелез, тогда можно распрямиться. Раньше не надо, потому что большинство людей бьется вот об эту железяку. Все, пошли, вот так вот делайте, как я. И заходим. Так, сейчас вот эту вот железячку сюда пока. Фу, как бы тебе встать. Мы дальше пойдем, Саня. Да, ты можешь перелезть сейчас. Можно тогда подержать. Давай, я подержу. Ты на трубы не наступай только. Тебе надо через нее перелезть, как через лошадь. Все, молодец. Держи. Так, куда-нибудь сюда пройдите. Сюда немного, туда перелазить пока не надо. Блин, много, много вас, да? Короче, смотрите, фишка в чем. Это нормальный подземный ход. Ну, то есть это именно ходовой ход. Он не для коммуникации. Вот эти коммуникации, вот эти трубы, их положили сюда в 60-е годы, примерно, когда у нас централизация была, система отопления, ну, и водоснабжение там заодно ремонтировали. То есть это нормально, когда есть существующий ход, и в него пихают коммуникации. Ну, потому что это удобно, дешево. Так же сделали в политехе. Но вот сейчас, если я пытаюсь выпрямиться, да, я, ну, не могу, потому что ход низкий. Но при этом он достаточно широкий, у него большая арка. В принципе, пропорция предполагает, что здесь можно пройти во весь рост по-нормальному. Вот у меня тут есть железяка специальная. И вот этот вот ручей, который течет через, он создание собирается, течет через весь подземный ход. Он может нам вот как раз глубину показать. Вот я здесь вчера палку втыкал, вот она туда. Иди сюда. Видно тебе, мальчик? Короче, вот смотри, я достаю вот эту палку. И я, да, она еще не до конца дошла. Ну, короче, примерно по колену. Но я здесь не буду, как в педе, ногу пихать туда. Здесь у нас фальшпол уже современный, потому что вот она, бетонная стяжка. Они сделали приямок, уже современные строители, чтобы талые воды, либо грунтовые. Логично предположить, что если мы вот этот вот весь уровень гумозы строим, то у нас станет нормальный подземный ход здесь. И, скорее всего, у него должно быть какое-то бетонное основание. Соответственно, что мы видим? Мы видим то, что, во-первых, он сильно заиленный. Во-вторых, так не должно быть. Ну, потому что, ну, ты же не будешь строить подземный ход для того, чтобы напихать сюда грязи, запустить сюда ручей и потом ходить с ним вот так вот страдать. К тому же он начинает гнить. Теперь по поводу воды. Еще раз я вам говорил, это не канализация. Видите, вода прозрачная, нормальная. Ну, как бы есть осадок канализационный, но особо там она не воняет. И, соответственно, это нормальная грунтовая вода. Возникает, точнее, она говорит о том, что сначала построили подземный ход, здание, потом подземный ход, здесь появилась вода. Изначально, когда все это строили, здесь был нормальный, чистый ходовой человеческий ход. Вот. Пошли дальше. Значит, смотрите, перелазить сейчас будем. Правую ногу сюда, правой рукой за вот эту трубу. Перешагнул. Ну, только жопой на них не надо садиться. И обратно так же. Так, вот сейчас мы дошли до сюда. Нам, в принципе, здесь самое главное. Я сейчас их буду кругом ставить. Как ты вот сейчас подумай, как тебе удобнее. Тебе, если надо в центр вставать, то нет. Нет, мне не далеко себе. Так, проходите. Четверо сюда, с этой стороны. Кто-то бегает. Это кого-то мы забыли, с прошлой, наверное. Прогулки. Кто-то бегает. Так, вот там стойте. Да, стойте там, сейчас здесь. Так, смотри. Ну, вы кучнее, ребят, встаньте сюда. Не бойтесь меня. Или что, я воняю. Так, смотрите. Вот эта вот конструкция называется световая шахта. Там, где вы перелазили через одну шахту, ну, в смысле, через трубы, там одна шахта, вот одна шахта. И так они туда уходят до конца. Их там еще 4 штуки. Всего их 6. Вот. Эти световые шахты накрыты... Почему световая? Видите, сверху решетка. Эта решетка называется люксфера. Люксфера – это осветительный прибор. Вот эти вот ячейки у решетки – это стекляшки. Как бы тут тень-то от пальчика сделать. Вот, а, во. Вот видите, вот эта вот люксфера, вот конкретно вот эта вот стекляшка. Видите, она овальной формы. И вот эта вот овальная форма, она как раз нужна для рассеивания. Ну, то есть свет падает сверху, и овальная форма его рассеивает. И ход освещается. И вот так она сделана вся. Проблема в чем? Проблема в том, что они на земле лежат. Ну, то есть, это то же самое, что фотоаппарат с объективом положить в землю. И на него пыль, и вся грязь, лошади там ходят. А весь этот мусор будет на люксферах. Значит, почему это сюда запихали, я не знаю. Получается, что у нас есть подземный ход. Подземный ход советский, я дальше объясню, почему. Но при этом к нему применили вот это вот имперское решение. Вот эти люксферы, они не везде овальные. Есть дальше люксферы, вот здесь овальные, а дальше есть люксферы, они треугольные. Такой, короче, треугольничек, как клык. А треугольная люксфера, она нужна для того, чтобы направлять свет в бок. То есть, я предполагаю, что вот эти вот люксферы все, их сняли с какого-то другого здания, с какого-то места, короче. И когда построили подземный ход, они сюда запихали вот эти вот уже, сюда их положили. Получается, что тогда, когда строили подземный ход, не было задачи его скрыть, ну, потому что люксферы его выдают, они же наружу лежат, на земле прям, то есть, там над нами асфальтом просто они заклеены, я вам покажу, где они находятся. Но при этом были проблемы с электроэнергией почему-то. Ну, то есть, сюда же проще было провода засунуть, нежели строить вот такие вот шахты и накрывать их люксферами, откуда-то тащить. Вот, дальше, следующий момент. Видите состояние металла, люксферы? Ну, то есть, решетка вполне себе в хорошем состоянии. Ну, она немного там в ржавчине, ну, это патина там, она особо не считается. А вот эта вот фигня, это не дерево, это труба металлическая, она сгнила и превратилась как будто бы с виду в дерево. Ну, кому не видно, я вам сейчас вот здесь вот на подземном ходике покажу. Вот видите, армокаркас хода, и он рассыпается, разваливается. То есть, он превратился, как вот слоеное тесто, булочка ярче, слойка. Вот она также рассыпается. Отличная реклама. Имперский металл, имперский металл не сгнил, а советский металл уже сгнил. Ну, и еще один факт в пользу того, что вот этот вот ход, он советский. Сделан он очень просто. Когда-то здесь выкопали траншею на основе старого какого-то хода, существующего, либо с нуля, это я не знаю, об этом данных у меня нет. Соответственно, выкопали траншею, сварили сюда металлокаркас, потом все это дело засыпали, залили раствором уже, цемент с вот этой вот галькой, он схватился, и получилась такая полутруба. Потом подлили вот эти вот шахты, и все это сверху засыпали. Получился подземный ход. Почему я это понял? Потому что здесь выпал кусок подземного хода, и тут видно состояние грунта. То есть, видишь, Саня, там снимаешь, да, он там просто строительный мусор, там камни кирпичные, кирпичная всякая такая фигня, она набитая. Вот, поэтому, собственно, мы сюда не очень часто ходим, потому что он аварийный, в херовом состоянии. Вот, запомнить надо следующее. Состояние металла, вот эту вот конструкцию, ну, как она выглядит, как раствор выглядит. То, что он в штукатурке, и то, что местами эта штукатурка еще покрыта такими черными пятнами цементного молочка. Это нам нужно сейчас запомнить, для того, чтобы мы могли понять, ну, то есть, почему он, этот ход советский, я вам сейчас дальше объясню. Короче, по ходу теперь главное, запомните главное. Первый, это ходовой ход. Ну, то есть, он нужен для того, чтобы по нему можно было нормально ходить во всю ширину. Он идет в пассаж второго, четко втыкается. Даша, а ты где? Я здесь. Дай фонаричек мой. Так, вон он идет. Вон его концовка. Видите, трубы куда втыкаются? Это пассаж второго. Там, в стене пассажа второго, есть проем. Он задуман архитектором и построен строителями изначально. Ну, то есть, его не выдалбали. Подземный ход под землей привели к существующему проему, который построил строитель в тот момент, когда здание строили. Ну, то есть, это все здесь не просто так возникло. Вот. И это нормальный ходовой ход, и его пол, соответственно, должен был быть ниже, ну, как минимум, там, сколько, полметра, да, наверное, по колено у меня. Я вам сейчас только что это показал. И это не ход для коммуникации. То, что здесь коммуникации, это уже их позже положили, ну, потому что это дешево и просто. Для коммуникации выкопали бы просто траншею. Я сейчас вам покажу такую траншею, чтобы вы, ну, на будущее понимали, в чем разница между ходовым ходом нормальным и траншеей для коммуникаций. Вот. Выходим. Это еще не все странности с ходом. Сейчас вылезем, я еще покажу. Вот там сферические стекляшки, а вот через эту будете, когда трубу перелазит, посмотрите люксферу, там будут стекляшки треугольные. Покажешь? Да, и вот в этом-то и, собственно, проблема, что здесь вперемешку. Где у тебя? Ну, что-то вообще-то, ноги-то такие. Мы-то не успели глянуть. Сейчас я... Смотри. Вот смотри. Вот видишь? Вот она. Все понятно. Вот она, треугольная. И вон рядом сферическая, а вот рядом с ней треугольная. И вот эти вот все, они были треугольные. Потому что, видишь, как они обломаны? Сильно прям. А эти сферические, они сохранились, они нормально. То есть здесь перемешку были сферические и треугольные. И такое ощущение, что эти люксферы, ну, как вот с миру, собрали по нитке. Где-то люксферы набрали, где-то разных стекляшек набрали, лишь бы что-то было, лишь бы хоть как-то светило. Понимаешь? Так, перелазим. Тебе подержать его? Да, держу. Держу. Так, все вышли. Так, смотрите, сейчас я тут немного расскажу. вот арка. Вот эта вот арка подземного хода, она тоже задумана архитектором. Ну, то есть, видите, я ничего не засвечиваю? Вот так вот, да? Она в нормальном состоянии. То есть, вот ее кирпич, два замковых кирпича, точнее, два ряда с замковыми кирпичами. Ну, то есть, когда архитектор строил стену, он построил же еще и эту арку. И, соответственно, ее не выдолбили в стене. Вот это вот, короче, главная мысль моя. То есть, она задумана здесь изначально. Точно так же, как с той стороны, в пассаже второго проема, он там тоже из фигурного кирпича сделан, но не арочный, он прямой. Но, тем не менее, он из фигурного кирпича, и он, это, тоже нормальный. Что, да, здесь есть арка, и с той стороны есть арка, и нам надо их соединить. Либо они знали, что здесь был какой-то старый подземный ход, либо, ну, они знали, что здесь есть трасса, и вот, ну, смогли просчитать, и его построить. Значит, почему я сомневаюсь в том, что этот ход по старой трассе существующей построили? Потому что, видите, ось арки, она перпендикулярна плоскости стены. Ну, то есть, по-хорошему, ход должен идти туда, прямо. А у нас он сюда, вот, поворачивает под углом. И там он в тысячи мелочей втыкается тоже под углом. Ну, с одной стороны, это нелогично, строить вот так вот, ну, проще было прямо построить, а с другой стороны, есть там объяснение. Ну, вот, когда наружу выйдем, объясню вам. Главное, покажу точнее. Главное, чтобы вы запомнили, что вход в него, он, ну, должен быть перпендикулярным. И вход в него, он нормально, сделанный архитектором изначально. Так же, как и со стороны тысячи мелочей, там нормальный проем, построенный строителями. Вот, сейчас покажу траншею. Так, ребят, пошли сюда, сходим. Так, проходите, ну, прямо вот сюда можно. Саша, тебе лучше будет вот туда встать. Смотрите, вот обычная траншея для коммуникации. Сделана она очень просто. Приехал экскаватор, раскопал траншею, выложили рабочие стены кирпичом справа-слева, сюда положили трубы, а сверху траншею накрыли железобетонными плитами. Так у нас устроены абсолютно все коммуникации в Томске. Вот сейчас у нас копают их, отопление ремонтируют. Вот они раскапывают именно вот такие вот траншеи, именно с такими коммуникациями. Ну, вы видите, в чем разница между вот этим и вот тем вот ходом. Вот это вот конкретно для коммуникаций. А вот тот ход, он не для коммуникации, он все-таки изначально ходовой. Здесь нет освещения, там есть целые люксферы. Здесь маленький, там большая арочная конструкция. Здесь экскаватором выкопали, плитом накрыли, там сложный каркас заливали. Там арка, архитектором предусмотрено, здесь просто выдолбили к херам вообще в тупую и запихали трубы. Ну, то есть здесь вообще не заморачивались ни с чем. Вот это траншея для коммуникации. А там сложное инженерно-техническое сооружение. Теперь, почему я вещаю о том, что ход этот советский, на тебе, тот советский. Почему я говорю о том, что тот ход советский? Я про тот ход говорю. Помните структуру металлокаркаса у того хода? Ну, то есть он такой уже весь в труху превратился, а сам бетон, сам раствор у него такой с крупной галькой. Вот здесь вот стены, ой, стены, вот ступеньки, они сделаны точно так же. Вот смотрите. Видите, во что превратился каркас ступеньки? Ну, то есть он уже тоже расслоился весь, как булочка из ярче. Опять не реклама у нас пошла. Вот. И состояние раствора тоже галька с цементом. И вот, вот это вот серое покрытие, вот оно в одном месте отвалилось. Видите, это цементное молочко. Ну, то есть для чего это делают? Делают железобетонную конструкцию, ее штукатуря для того, чтобы защитить от влаги, а штукатурку еще дополнительно покрывают цементным молочком, чтобы уже 100% короче, зацементировать конструкцию и защитить от влаги. Все, то есть получается крепкая многослойная конструкция. Так вот, эта конструкция и та конструкция, они одинаковые. И по времени, они примерно по состоянию, я понимаю, что они в одно время построены. Но вот эта вот конструкция, она 100% советская, потому что здесь есть артефакт, я его нашел. Вот так вот, сейчас я его сбоку подсвечу. Вот видите, там написано КМК имени Сталина, то есть Кузнецкий металлургический комбинат. Отдай фонарик направленный, пожалуйста, у кого-то включен был. Во, давай. Вот так вот. Видно всем? Его в 30-е годы организовали в Советском Союзе, в Кемерово. Соответственно, я предполагаю, что вот это все перестроенное, железобетонное, это произошло в 30-е годы. И, соответственно, ход построили тоже примерно в 30-е годы. Только непонятно, почему применили люксферы. И чтобы в этом разобраться, мы сейчас пойдем на улицу. Ты шнурочек-то завяжи, девонька моя. А то мы тебя тут оставим, сами того не желая. Да нет, они добьют. Ну, все, выходим. Я вас сейчас буду ориентировать снаружи, чтобы у вас была полная картина, чтобы вы понимали, где вы были вообще. Слушай, ну, этот ход вообще не похож на советский, конечно, ну, так вот, по строению. Ну, тот ход чисто советский, а этот... Ну, смотри, арка это просто тип конструкции для такого рода сооружений. Ну, то есть, арка просто держит нагрузочную способность. В империи их делали из кирпича, а в Советском Союзе уже начали железобетон активно применять. Понимаешь? То есть, это железобетонная арка, да? Это железобетонная, цельная, то есть, взять трубу железобетонную... Ты же говоришь, там замковый камень. Или он... А, подожди, ты про что? Про арку или про арку хода? Про арку вот эту. А, про вот эту. Это, Саня, это имперское, да? Потому что здание это имперское. Это имперское. Это несущественно. То есть, типа, был ход, но в этом ходу, да, пробили советский ход. Был проем в стене, но в какой-то момент... Но ты не знаешь, докуда глубина? Глубина? Ой, дальность. Нет, дальность до пассажа. Мы дойдем сейчас сверху до туда. То есть, смотри, еще раз, вот эта вот арка именно в стене, она имперская, потому что здание имперское, оно точно после 1854 года построено. Объясню, почему сейчас позже. Вот. Соответственно, она нормально выполнена. Вот кирпич, замковые камни вот здесь вот есть. Вот. Ее построили в момент строительства, а ход к ней подвели уже как будто бы позже, потому что, во-первых, он сильно под углом, ось хода вот этой вот трубе соответствует. И, соответственно, сам ход советский, его конструкция, потому что мы сейчас ее разобрали, но у него применены имперские решения в виде люксфер. И в чем замысел, непонятно. Может быть, что люксферы это остаток от того хода старого? Может быть, их откуда-то сняли, но... И это вот здесь и было, типа вот, а это же туда же идет. Может быть так, но сейчас мы выйдем наружу и поговорим о том, насколько люксфера применима на дороге в дорожном строительстве. Дорожный транспорт. Пошли. По легенде, у пассажа второго была своя теплоэлектростанция. Ну, то есть, она производила и тепло, и электричество. Никто не знает, где она была там, как она была устроена. Об этом известно, ну, то есть, об этом есть только одно дело. Я когда готовился, я посмотрел, в архиве есть одно дело. Там просто рассказывается про то, что Кричков приходил, контролировал то, как построили конструкцию, чтобы поднять металлическую трубу для этой теплоэлектростанции. Тогда главным архитектором был Хомич, и вот Хомич отправил Кричкова и говорит, типа, сходи, посмотри, как там правильно собрали ли раму для того, чтобы железную трубу дымовую поднять. Кричков пришел, акт составил и передал его Хомичу. Вот этот вот акт попал как раз в архивы в нашей. Там из него становится ясно, что да, у пассажа была своя теплоэлектростанция. Ну, какой она была мощности, где она стояла, в каком здании, в какой части двора, и была ли она вообще, непонятно. Вот есть предположение, что вот это вот здание, где мы сейчас с вами ходили, это и было здание для электростанции. А вот эти вот конструкции, они уступами сделаны. Это основание как раз под оборудование станции. Потому что, во-первых, почему? Они, во-первых, стоят на одной линии, вот их два штуки рядом, в одну линию. И есть там еще с той стороны еще один. И в той части есть еще похожий, но там они только покрупнее. И то, что они на одной линии стоят, говорит о том, что здесь был, скорее всего, агрегат какой-то, ну, в одной оси он должен стоять. Ну, там, условно, котел, потом там генератор, ой, турбина, потом генератор, например. Ну, либо котел и паровая машина здесь, скорее всего, стояла. А после паровой машины генератор. Они должны быть в одной оси стоять. Вот, скорее всего, это вот так вот и было. Но это все предположения, исходя из того, что мы сейчас видим. Фактически, точно исторической информации об этом нет. Может, скрыть и произвести. Ну, хорошо бы. Я думал, ты скажешь, что типа, и вот это древняя топительная система, и вот это ее остатки. Вот здесь вот лежат. Вот они сюда были подключены. Вот специальная труба древней топительной системы. Вот труба вот осталась. Вот она сейчас, ее просто сдвинули, а так вообще она вот так работала. Все правильно, да? В музей. На улицу выходите прям. Держи воздух и мяч. Короче, продолжаем. Сейчас ориентирую на местности вас. Вот эта вот траншея последняя, которая для коммуникации, которая прям советская, советская, мы смотрели, она вот здесь вот идет. Вот она отсюда примерно выходит. Вот это вот видите? Такая низиночка. И вот она вот так вот по этой луже, по этой луже, и вот к той луже, и вот прям по луже она заходит в здание. Ну, почему так? Ну, потому что грунт просел, потому что под ним пустота. Ну, и поэтому здесь, собственно, лужа образовалась. То есть, ну, в ней ничего такого там сверхсекретного нету, таинственного. Обычная советская траншея. Значит, сейчас немного к зданию. Вот это здание, сто процентов, оно после 1854 года. Почему? Потому что здесь есть один артефакт. Сейчас я его найду. Вот оно. Вот видите, кирпич с клеймом ТАР. ТАР это вот томские, вот ТАР. Видишь? Т.А.Р. ТАР это томские арестантские роты, завод. Его начали разворачивать в 1836 году и развернули к 1854 году, как раз таки. и после 1555 он уже начал произвести кирпичи. Там, помимо ТАР, у нас есть еще ЗАР клеймо, это завод арестантских рот и ИО. ИО это исправительное отделение томских арестантских рот. Ну, короче, там было, видимо, несколько подразделений, но ТАР это именно самое первое. Соответственно, здание точно после 1854 года. В принципе, это бьется с идеей стройки пассажа, потому что пассаж построили с 3 по 5, либо со 2 по 5, там могу год путать, это не суть, но чтобы вы понимали, примерно датировку. Так, теперь пошли к подземному ходу. Закончим с ним. Так, подземный ход основной, через который мы заходили, он примерно вот в этом углу находится. Ну, помните, да, там почти в углу были трубы, они так поворачивали. Вот примерно, короче, вот эта вот арка красивая, она где-то вот отсюда, где-то вот сюда, вот так вот она находится. И потом уже от нее под углом ход идет примерно вот на вот эту вот дверь, чуть правее двери он приходит. Либо правее, либо левее. Скорее всего, да, 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 правее двери ход приходит. Значит, зимой его легко опознать. Вот то место, где вы через трубу, помните, перелазили? Над трубой там люксфера. Ну, световая шахта, люксфера. Через нее основные теплопотери идут. Вот эти все трубы, которые там лежат, это трубы с отоплением. То есть, они там жарят, да, здесь проталина. И вот эти шесть шахт осветительных, тут шесть проталин будет. Ну, то есть, до минус десяти их видно очень хорошо, в них лужи. Ниже десяти они уже, ну, не могут проморозить, поэтому их, ну, не всегда видно. Здесь еще все обычно машинами затыкано, поэтому не все проталины видно. Но если прийти в выходной, вот так вот посмотреть, будет видно проталины, вы поймете, что здесь, собственно, подземный ход находится. Вот если толкать мысль о том, что это была котельная, то, ну, либо электростанция, то котельная электростанция, это была очень красивая. Почему? Потому что вот эти вот окна, это были цельные, нормальные, большие окна. Вот видите, трещины. Вот трещина. И с этой стороны точно так же. Вот еще трещина. Да, их, ну, заложили не просто так. Их, когда-то это было крупное одноэтажное здание, и сверху еще была вот эта вот одноэтажная, как будто бы надстройка. Вот. Ну, то есть первый этаж, он был по карнизный пояс, потом уже в советское время его разделили пополам, ну, как это у нас обычно происходит. Вот. И здесь сделали перекрытие, сделали два этажа. Сейчас здесь, по-моему, какие-то конторы, типа облстрой заказчика, что такое, в общем. Вот. А раньше здесь, по легенде, якобы была котельная, собственно. И вот для котельной сделали такие вот большие, красивые, массивные окна. Часто возникает вопрос, нормально ли то, для котельной сделали большое окно. Вообще, в Томске, в принципе, исторически есть такая тема, когда брали котельную и строили ее очень-очень красиво. Я сейчас вам покажу котельную политеха. Она просто очень эпична в этом плане. Так, смотрите по поводу политеха. Это двор политеха за четвертым корпусом. Саня, помнишь этот двор? Мы с тобой вот в этой трубе познакомились. Да, да, да. При очень странных обстоятельствах. Но мы туда не вместе лазили. Вот. А вот это вот рядом, вот эта вот красивая конструкция ангарного типа, это котельная. По легенде, политеховская котельная когда-то. И вот эти вот окна, видите, крупные. Это огромные окна в два этажа примерно, габаритом. А для чего делаются такие большие окна? Это же все равно теплопотеря будет через окна. Ну вот я к чему и веду. В том-то и дело, что по мне так совершенно нелогично строить мало просто красивое здание для котельной. Ладно, это я еще приму. Но вот то, что такие огромные окна... Слушай, какие теплопотери в котельной? Ну и что? У нее все равно есть теплопотери. Просто то тепло, которое уходит в окно, ты же его можешь продать сюда, меньше топлива сжечь. То есть, это эффективность же котла напрямую влияет. Вот по поводу экономии на лампочках. Смотрите, возвращаемся к подземному ходу. Вот у нас подземный ход, у него 6 люксфер. Вот одна люксфера здесь лежит, вторая где-то примерно здесь. Третья. Опять же, шов видно, да? Какой-то. Раз ухода? Связанная, не связанная, не знаю, но трещина идет вдоль. А где трещина-то? Да вот, вот на асфальте трещина. Вот она, вот она идет. Да, слушай, вижу. Четненько. Слушай, ну это она. Какой ты внимательный, Саня. Я никогда ее не видел. Причем асфальту год. Вот. И вот последняя люксфера, она вот здесь вот, вот эта вот лужица, вот этот вот провал. Итого, что мы имеем? Мы имеем двор. Напомню, здесь был концертный зал, гостиница семейная, кабак. И, то есть, здесь было очень шумно. Здесь было постоянно много народу. И вот этот двор, он был при вот этом здании. Сюда постоянно заезжали какие-то кареты, постоянно здесь ходили люди. Если там котельная, значит, тут постоянно тусил кто-то, кто привозил уголь, либо там она дровяная была, значит, дрова, зола, грязь, асфальта тогда не было, песок, булыжников здесь нет, здесь не было никогда мостовой. Значит, грязище здесь было постоянно. И вот у нас вот в этом во всем грязи, в этой лошадином говне лежат люксферы. Шесть штук. Прямо на земле. Вы их только что видели. Насколько там это адекватное решение? Это вообще неадекватно. Вообще неадекватно. Ты хоть в чем-то со мной согласился. Вот люксфера. Такая же как та, только меньше и видом сверху. Вот обычная имперская люксфера. Ну, имперская. Торговый дом, твердый знак, да. Это стекло. Ну, это стекло. Торговый дом, твердый знак, Франц, твердый знак, что-то там. Короче, имперская люксфера в естественной среде обитания. То есть под ней окно. Ну, то есть вот под этим окном там окно, вот в этой вот стене. А вот эта вот засыпанная часть это приямок. Чтобы попадал свет, ну, типа не попадала вода, но это уже современники сделали. То есть мне просто интересно, каким образом в империи гидроизоляцию, гидроизолировали стык между люксферой и основанием приямка. Ну, это отдельная тема. Ну, короче, вот люксферы. Вот представьте, вот такие вот люксферы лежат посреди двора загаженного. то, что стекло деградировало, там это уже особенность времени, но изначально оно было прозрачным. А если оно это прозрачный кварц, может быть даже не стекло, потому что... Ну, короче, это что-то, что должно пропускать свет. Да, вижу, вижу. Значит, это не стекло, стекло не слоит, оно скалывается по-другому. А, точно. А оно свет-то пропускает? Да, ну, это кварц. Это кварц, это природный кварц нарезанный, прозрачные куски, он изменился, но это не стекло. Вам будет больше короба, да, вот. Ну, в том смысле, что у него пропускная способность хуже, чем у стекла? Ну... Света пропускная? Да, немножко хуже, но у него оптические свойства другие. Он может вот преломлять, как вы говорите, и направлять направление света. если резко сделано под каким-то углом, он будет его давать туда, куда задано резкой. Ну, вот. Собственно, да, вот, собственно, вот эта вот люксфера, она нужна для того, чтобы загнать свет вот туда вот, и поэтому они кварц применили. О, блин, ну, круто. Вот. Спасибо. Классно. Теперь все понятно. Нормальный световой прибор, ну, вот, смотрите, как его эксплуатировать. Снег идет, его заваливает снегом. Дождь идет, его заваливает водой. Пыль, его надо подметать. Грязь, его надо подметать, чистить, переводить в порядок. После там 3-4-5 подметаний он начинает затираться. Его мыть надо. Его мыть надо, да. Ну, вот, представьте, здесь были, первый этаж, были торговые ряды. Внизу, якобы, по легенде, как у нас там краеведы любят рассказывать, были склады. Соответственно, зима, допустим, привезли товар, надо разгружать. Снег идет, заваливает эту люксферу, там света нет, это надо возле каждой этой ставить человека, ну, или там на 2-3 ставить человека, который будет бегать с метлой, там сметать этот снег, ну, чтобы там хоть что-то было видно. И при этом это противоречит идее того, что у нее была своя электростанция. Ну, есть там мысль, типа, кто-то мне там лят, ну, типа, для экономии. Так вот, для экономии получается, что у нас здание, три этажа, оно 95% нагрузки все электрические, тепловой несет, ну, электрические в частности, мы сейчас про нее говорим. То есть электростанция уже 95% электроэнергии отдает в здание сюда, уже все за нее платят, оно уже выработано. А здесь подвал, ну, там будет 50 лампочек, ну, это будет там 3-5%. И сэкономить на этих лампочках и проводах ради того, чтобы заиметь геморрой с люксферой, это крайне глупое решение, учитывая, что Фторов, самый богатый человек в Российской империи все время был, ну, он явно умеет с деньгами распоряжаться, обращаться. На этом он и сколотил состояние на экономию. Отличная экономия. Я думаю, что он явно не на такой сэкономил. Ну, то есть, в чем идея люксферы? Идея люксферы как раз вот в том, чтобы загнать свет, да, вот под, в подвал, в эти засыпанные окна, которые мы так любим все время сани разбирать. Но при этом вы сами только что посмотрели, насколько неадекватно применение люксферы в Сибири, да и вообще в любом городе, в империи, потому что в основном там грязно и пыльно. Это оптический прибор, за ним глаз да глаз, а он на земле лежит. Здесь не было бордюрчиков вот этих всех. Ну, то есть, мне кажется, это чисто приспособленческое решение в том смысле, что когда нет вообще ничего, ни электроэнергии, там, просто вот галяк, вот совсем галяк, но есть почему-то сложные люксферы технологические. если у тебя отключилось электричество, и у тебя нет люксферы, ты просто в подвал не зайдешь. С фонарем зайду. А это со свечи таким? Ну, типа, от айфона, ну, тоже фонарь надо найти, там прочее. Ну, блин, у тебя такое здание, это эксплуатируешь. Огненный фонарь. Нет. У тебя такое здание, это эксплуатируешь, ты вообще не проблема. Мне кажется, по нормам стандарта в подвал всегда должен быть свет, быть, в принципе. Ну, по каким? По современным, да? Нет, по любому. И то зависит от здания. А какие тогда нормы были на подвалостроении, я не знаю, честно говоря. Ну, сейчас-то нельзя надеяться на электричество, постоянно его отключают. А представьте, что тогда. Ну, это ладно, смотри, внутри есть еще комнаты, понимаешь? Ну, то есть, вот эта люксфера, она не дает освещение на подвал, она освещает только одну комнатушку, конкретно вот, куда она попадает. А там, дальше-то есть еще, ну, как бы в середине комнаты, куда ни с той стороны, ни с этой стороны люксфера не заходят. Слушай, а высота, примерно, еще раз, высота этих люксфер здесь где она? Ну, вот на сколько ниже этого асфальта они? Ну, на слой асфальта, плюс подушка может быть, ну, вот столько, вот столько, да? Вот столько, да, ну, не больше, ну, не полметра точно, меньше. Просто они были, интересно, вровень с землей здесь раньше, или они были все-таки чуть выше над землей? Я думаю, что они должны быть как минимум чуть выше, по крайней мере, на них бы не наезжали тогда, но, опять же, это говорит о том, что ход этот не секретный. Это как шахта получается такая, да, из подвала. Да, но при этом понимаете, что ход не секретный, то есть, ну, забудьте вот эту историю, что вот секретный подземный ход, чтобы с золотом, там, мог в Торов убежать в котельную и расплавить его. Да, ну, нет, ну, здесь, вон, люксферы стоят, ты их не спрячешь. А если спрячешь, они теряют свою функцию, ну, потому что они не светят. А что у нас люксферы не светят? Мы же деньги заплатили. Так вы же сказали, подземный ход секретный, мы их и спрятали. И тут возник вопрос, блин, что же не так? И вот таких вопросов по стройке этого здания, их будет сейчас много, сейчас мы вниз, когда спустимся. Сейчас покажу один артефакт, чтобы переключиться. Барнаульский выпуск, смотрели? Слышу мало ответов, да. Слышу мало ответов, да. Мы там нашли рольставни с Саней. Они работают. Что? Они работают. Это не реально. Слушай, ты знаешь, пыль такая с них сыпется и стопит. И вот здесь есть точно такая же рольставня. Вон она, видите, торчит. Вон она, вот эта вот желтая штуковина, это рольставня. И теперь по поводу окон. Саша, как ты думаешь, что это такое? Было ли окно здесь цельным? Ну, было, конечно, да. А как ты понял, что оно было цельным? Смотрите, да, все правильно. Вот окна крупные, квадратные, они все были такие. Если вы видите, что окно, ну, уменьшенное, ну, значит, оно переделанное. Здесь есть с окнами одна неприятная, непонятная замута, сейчас объясню. Они все, они все разные, да, и двери, они все, не все двери эти были изначально задуманы при стройке здания. Вот эта вот дверь задумана, ну, то есть, она на месте здесь, она изначально была построена, потому что эта дверь ведет на лестницу, здесь наверх идет лестница, полностью туда, наверх. Значит, вот эта вот дверь, открытая которая, это тоже дверь, которая ведет конкретно на лестницу, здесь высокий лестничный пролет. Все, вот, вот эта вот пристройка в самом конце, видите, где 4 кондиционера висит, там тоже, эта пристройка отдельно для лестниц, там ничего нет, кроме лестницы, и получается, что лестницы здесь организованы, ну, как бы вот изначально, и дверь, это, дверь здесь, в этом здании, они вели только на лестнице, кроме центральной. Все остальные двери, вот эта дверь, вон та дверь, и вон та дверь, это двери, сделанные из окон. Но фишка их в том, что это имперские двери, они сделаны во время, во времена Российской империи. Объясняю, почему. Ну, во-первых, она собрана из кованой фурнитуры, собрана, и она собрана на клепках. Вот эти вот сложные кованые петли, ну, короче, чистой воды имперщина. Значит, получается, следующая ситуация, а, да, есть мысль о том, что, ну, типа, меня вчера спрашивают, а что, вот ты как думаешь, что в империи, там, до 1917 года, словно клепали, да, а после 1917 года, резко там начали на сварке, на болтах собирать. Ты типа так отделяешь, там, имперское изделие от советского изделия. Вопрос был правильный, вопрос был хороший. Естественно, технологический переход не сразу произошел, но там внутри есть еще кирпичи имперские, которые нам, короче говоря, ну, дополняют эту картину, и, в общем, факт в том, что вот эту вот имперскую дверь построили, переделали из окна еще в имперское время. Точно так же произошло и вот с этими двумя дверями. И вот сейчас мы через вот эту вот дверь, которую в империи сделали из окна, мы пойдем в подвал. А можно вопрос, кстати, вообще революционный, учитывая твоя футболка, а когда сварка вообще была изобретена как способ создания конструкции? Сука ты. Мой пацан. Как сварки? 1880. Сварка. Ну, то есть, я вот тоже об этом подумал, что сварка уже была, но ее не применяли для создания... вообще ни в дверях, ни в баках. Потому что это ненадежно, может быть, там некрасиво, не знаю. Некрасиво точно, но, по крайней мере, это просто дешево. Но вот по поводу дат, вот она сказала, 1882 год, это может быть... Давай так, стой, так же деловито и отвечай на вопрос, когда изобретена сварка. Блин, да все знают, вы что, сварку сделали в 1882 году, я же инженер, по мне же видно. Это он, гуманитарий, господи, с них что взять. Ты врежешь, зарежешь потом, чтобы я не потерял это, что я умный самый, да? Так, короче, напоминаю, мы через... в Российской империи парни зачем-то из окна сделали дверь. И эта дверь у них почему-то ведет в подвал. Мы заходим. Первый я, видимо. Так, Даша, давай меч. Так, сразу на входе. Да, ты, наверное, немножко ниже опустись, Сань, и со ступенек. Смотрите, ну, то есть, напоминаю, из окна сделали вход в подвал. Почему он имперский вход? Вот ты стоишь красивыми ножками, это ступеньки из песчаника. Видите, желтоватый цвет, и здесь капельник сделан. то есть, короче, сделаны они очень аккуратно. Вот сверху точно такой же песчаник. Видите, такие следы, как рыбья чешуя? Типа, это следы тезки. Ну, то есть, его вручную тесали, этот блок из песчаника. С обратной стороны он грубо обработан, просто обтесан, лишь бы форма какая-то была, чтобы на лаги положить. А здесь, снаружи, он зашлифован. Красиво. То есть, там такой же блок, как и здесь. Ну, по сути, вы сейчас его со всех сторон увидели. В большинстве имперских зданий в Томске у нас вот такие вот лестницы, ступеньки именно из песчаника. в Педе, в Политехе, вот в тысяч мелочах. Следующий момент, важный артефакт. Вот, на стеночку смотрите. Клейма, видите? Вот, смотрите, вот эта вот стена, она держит лестницу. Вот эта вот стена, она тоже, как на котельной, да, все правильно, она после 1854 года, 100%. Значит, следующий момент, почему, то есть, я вам сейчас введу к тому, что лестница, это в колхожино сюда, из окна. Здесь же из окна ход делали. А здание в 905-м? Ну, сейчас тебе пока это ничего не даст. Проходите так вот, рассредотачивайтесь. Вот, смотрите, видите здесь проем? Вот, арка. Видите арку? То есть, здесь был проем, и когда лестницу построили, они лестницей, вот этот проем закрыли. Ну, то есть, сейчас у нас несколько фактов о том, что эта лестница сделана позже, но она сделана, ну, то есть, после стройки здания, но она сделана в империи. Мы к этому еще вернемся, сейчас просто пока запомните. Значит, по поводу глубины, где мы находимся, как глубоко. Вот отметка высотная, 10-2, Сань, где-то там. Здесь минус 2,9, ну, где-то там, 3,30, там, 3,40, наверное, может, 3,50. Ну, то есть, это от чего? Это от чего? От уровня поверхности. Скорее всего, это... Существующий уровень поверхности, то есть, это относительное, не абсолютное. Вот, дальше, момент какой. Смотрите, здесь все захламлено, потому что был, когда ремонт здания, 2 года назад, и сейчас он еще продолжается, сюда вот, ну, короче, все, что не нужно, сносили все сюда, скоро это все вычистят, поэтому нам нужно здесь ходить очень аккуратно, здесь, по сути, склад. Сейчас будем везде ходить, нужно обязательно перегибаться там, где я говорю, и всегда смотреть под ноги, руки в карманах, не держите. Мы сейчас, у нас сложный блок, информационно, нужно будет думать минут 30. Вот, мы его пройдем, а потом пойдем уже, на чердак сходим, расслабимся, поржем. Давай за тобой. Ага, пошли сюда. У кого есть фонари, включайте фонари, и светите себе под ноги. Вот здесь вот красная лента, обмотана конструкция, на нее наступать не надо, ее нужно перешагнуть, и сюда прийти ко мне. Пошли. Саша, ты, наверное, вот куда-нибудь, вот тут вот, да, ага. Просто сейчас будем рельсу снимать. Смотрите, мы сейчас, короче, пойдем ходить по зданию, и будем собирать все его странные странности, странные факты, и потом в конце соберем все в кучу. Начнем с рельса. Они все держат существующие проемы, чтобы они не обрушились. Либо проемы, не существующие, а оригинальные проемы здания, они держат, чтобы они не обрушились, либо проемы, которые выдолбили в здании позже, уже после стройки. Значит, что здесь происходит? Смотрите, здесь очень крупная арка. Видите ее размер? Вот она, арка, вот ее верхняя граница, а вот ее нижняя граница. Ну, то есть арка большая, вот ее левая часть доходит до сюда. Вот видите как сделана? Вот арка заканчивается только. И вот оригинальная стена здания с уступом, а вот, ну, как бы вставыш. То есть видите границу? То есть получается, арку в какой-то момент сузили слева и сузили справа. Справа точно такая же история. Почему это сделали? Потому что арка потеряла нагрузочную способность. Видите трещины? Вот насколько крупная арка, огромная, в три кирпича толщиной, я, кроме как на этом здании, таких арок не видел крупных. Она треснула, ее пришлось сузить, еще и усилить рельсы, еще и с двух сторон, потому что с той стороны тоже такая же рельса. Что произошло? Произошло то, что в эту арку привели вот эту балку. Ну то есть это, я здесь был, я здесь был с тремя разными строителями, которые друг с другом не знакомы. Они ходили на экскурсии и они все, как один сказали, что это решение с точки зрения там студента Тиссис Одис-2. Ну то есть это вообще неправильное, абсолютное решение. Потому что проем это пустота. И тебе нельзя, ну нельзя людям в пустоту приводить несущую конструкцию, на которой будет держаться, блин, все здание, перекрытие. Проем треснет, он и треснул. И так со всеми арками. Сейчас я начинаю факты накидывать, просто запоминайте. Мы сейчас пройдем через все здание, все арки узкие и все арки низкие, поэтому надо наклоняться и не биться головой. Пошли. Во все арки, да, типа балка? Нет, балки не везде, но почти все арки сужены, кроме одной. Балка только в этой. Видимо, ей совсем плохо было. Нет, балка, понимаешь, вот эта, да? А, почти во все, да. В две, может быть, не входит там. В две из десяти или в одну из десяти. Сейчас покажу. Вот вторая, видите, тоже второй проем. Здесь тоже вставыш, а сама по себе арка была крупнее. Вставыш справа, вставыш слева. Пошли дальше. Так, все там идут? Ага, пошли. В инстаграм. Ага. Так, вот фотозона я сделал. Кто хочет пофотаться, если там кто иногородний, там еще что-то, вот там можно пофотаться. Пошли дальше. Чего, не футаться было? У вас еще не было. Шахталифта? Вот лифт. Офигеть. Советский. Офигеть. Блин, это вообще грузовый. Ну, грузовой лифт. Причем он работал еще недавно. Сольца свежая, да? 99-й год. Испытывали. Ну, то есть 20 лет, ну, в смысле 20 лет назад он еще работал. Так, все, пошли. Вот, смотрите, единственная арка, которая в нормальном состоянии. Ну, то есть она не сужена и она не треснула, но она... Сейчас, короче, расскажу. Блин, здесь кайфово. Здесь сыр, ну, так сильно чувствуется. Из-за кварца, кажется. Здесь какие-то ощущения прикольные. В кварце, если был, то он был там. Большое пространство. Ну, большое, да. Чего? Нет, это проем. Его заложили. Там комната, где мы рельсу рассматривали. Вот если сейчас насквозь пройти, мы окажемся в той комнатке. Вот здесь, смотрите, видите, арка целая, потому что в нее балка не пришла. Балка пришла, это чуть правее, это прям сильно левее. Нормально прям пришла, короче. И в чем фишка-то? Получается, очень-очень большая арка, широкая, но при этом она непропорциональна, ее высота непропорциональна, ее ширине. Здесь очень низкий, очень высоко поднят пол. Сейчас мы поймем, почему так. Пошли вот сюда вот еще. Вот эта вот арка тоже сужена, она, видите, узкая. А вот это вот кто-то спрашивал про систему вентиляции. Да, это вот оригинальные вент-каналы в стенах, а это оригинальные вент-решетки. И вот зимой она еще работала нормально, а сейчас вот, ну, видимо, из-за лета, короче, плохо работает. Ну, то есть зимой работала так, что это сосущая вентиляция, этот приэтывался, прилеплялся листочек. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот сам пассаж, он выглядит вот таким вот образом. Проспект Ленина, переулок Ботяниково. Вот здесь вот арка, через которую вы зашли. У него есть кошенный угол и есть вот этот вот уголочек. Вот он. И вот мы сейчас за ним, вот где Даша стоит, за Дашей прям. Вон, видите, угол, где вертикально, вон, какие-то висюльки висят, гавайские гирлянды. Вот этот вот угол, вот он, вот он. Вот он он. Ну, то есть мы сейчас с вами, вот он он, этот угол. И мы сейчас с вами вот там вот на глубине, короче. Соответственно, Ботяниково вот здесь вот. Это скошенный угол и Ленина, проспект, он примерно вот там вот. Так что нормально, правильно сориентировались. Вот, здесь есть одна интересная штука. Сейчас я вам по плану покажу. Вот лестница, мы через нее зашли с вами. Прошли, прошли, зашли вот в эту комнатку, здесь вот рельсу мы рассматривали, потом вернулись, прошли вот здесь вот так вот так, вот так вот так прошли. И сейчас мы вот здесь вот находимся, вот в этом секторе. Вот этот вот уголок, он вон он, на Ленина. И здесь вот обозначен проем дверной. Вот он он, справа. Видите, какая? Это вот такая крупная арка, точно так же, и в нем зауженный проем. Совсем зауженный. Здесь есть с этой стороны все точно так же. Видите? Еще один зауженный проем. Ой, зауженный проем и заложенный, но его на плане уже нет. Вот план этот проем есть, вот здесь рядом должен быть еще проем, его здесь нет. И еще по всему периметру здания внешнему, мы же у внешней стены, нету окон, а фактически они здесь есть. Сейчас я покажу, как определить окно. Здесь есть очень интересная конструкция, называется она обратная арка. Видите ее? Помнишь, Сань, на аптеке? Вот это обратная арка. Это уникальнейшая штука в томской архитектуре. Таких зданий всего три. Вот в Томске всего три здания с обратными арками. Это вот это, это губернская аптека, здание, которое с кладов, со двора надо зайти в него, не снаружи, красивое, с маскаронами, а со двора. И третье здание, это возле Цума слева, кирпичное здание, как же оно, Купчихи Некрасовой, там тоже обратные арки в подвале. Вот смотрите на ту конструкцию, то есть вот арка прямая, и под ней проем. Если наоборот перевернуть вверх ногами, то будет обратная арка, и над обратной аркой будет проем. Вот здесь вот обратная арка, ее нижняя часть, верхняя часть, она вот так вот туда ныряет, проходит, проходит. Как улыбка. Как улыбка, да. Смайлик. И вот здесь вот выныривает. Соответственно, вот эта граница, левая проема, штукатурка и стена. И вон по штукатурке и стене граница проема правая. Здесь на дне окно. Сейчас вот шторочка у меня тут есть. Открою. Вот здесь вот окошечко. Видите? Вон туда вот она светит. И вот там у нас решетка. Да. Понимаешь, что? Вот. А вы, получается, на земле будете или под землей? Вот землей. Сейчас, да, по очереди. Ширина окна. Вот от той кирпичной кладки. Вот до вот этой кирпичной кладки. Это ширина окна. Ну, то есть, два метра точно есть. Ширины. Закрываю сейчас пока. Мы еще дальше посмотрим нормальное окно в большом размере. Сейчас мы будем, короче, эту тему раскрывать. Вся проблема в том, что у нас здесь железобетонная балка. И она... Ну, поняли, да, почему железобетонная? То есть, там внутри железка, а здесь бетон. Вот эти вот следы, вот эти полосы, это следы от деревяшек, они опалубка называются. То есть, из деревяшек собирают каркас, заливают раствор, получается, оно высыхает, опалубку снимают, получается железобетонная конструкция. То есть, вот это вот кирпичная, это одна строительная эпоха. А вот эта вот железобетонная штука, это другая строительная эпоха. Ну, то есть, это строили как будто бы разные строители потому что все балки которые они привели они все привели сюда вот в проемы в оконные ну то есть тот кто строил бы с нуля это здание он бы так не стал делать ну потому что вот здесь балка пришла вот в тот проем и он треснул справа и он треснул слева видите трещины ползут да да прямо тар то есть она рассыпается и это вот короче все вот это перекрытие по всему периметру здания по всей площади она сделана позже не в момент стройки здания именно поэтому здесь вот такая вот странная ну как бы схема здесь кирпичная стена здесь такая раз железобетонная балка она непонятно как работает потому что здесь вот кирпич заканчивается а балка заходит на кирпич всего лишь вот настолько понимаете ну то есть это слишком маленькая площадь для того чтобы удержать вот это вот все а с этой стороны а ну и с этой стороны тоже она не намного там есть еще балка где она вообще туда не заходит короче забегая вперед это остатки здания которые купил фторов вместе с участком земли а когда он строил пассаж он на основе вот этого здания построил уже сам пассаж и вот эти вот перекрытия делал уже фторов а изначально здесь был кирпичный потолок от него остались остатки в другом конце здания мы сейчас туда придем но получается еще немного другая история что когда фторов взял вот это вот здание дабы его перестроить в пассаж это здание уже было затопленное очень сильно потому что окна у него под землей а через здание течет ручей вот один из ручейков с той стороны прям вода течет вода видите прозрачная она не воняет ничего такого то есть это не канализация это нормальная прозрачная до нормальный чистый родничок и то есть грунтовка и вот видите труба вот эта труба она не чугунная металлическая на магнитится ее впихнули прям в стену и впихнули видите тоже как подземный ход немного боком не в плоскость ну то есть торец трубы не параллелен плоскости стены если бы это строили с нуля изначально трубу вы положили нормально ровно и еще трубу бы обложили бы скорее всего арочка кирпичная так сделано в тгу например там технические входы для труб закладные трубы чтобы более маленькие трубы туда проложить там арочки небольшие окошечки такие в них заложены трубы здесь явно видно что вот эту трубу пробили стену и запихали ее сюда почему потому что в какой-то момент появился ручей в здании его нужно было отвести и еще момент стена-то кирпичная все еще то есть мы фундамента не видим у нас еще нет фундаментного камня ну то есть вода появилась в тот момент когда фундамент здания был гораздо ниже она течет по верху им пришлось в кирпичной стене пробивать трубу укладывать но именно кирпичная часть уже была затоплена у здания и почему кирпичу нельзя в воде находиться ну что это пористый материал как губка впитывает воду и когда он ее впитывает он начинает гнить его начинает есть грибок ну то есть еще раз кирпич не должен быть в сырости никогда не при каких обстоятельствах иначе он просто сгниет здесь получилось так что он оказался почему пошли разбираться